МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда-то эти здания были духовными и культурными центрами немецкой общины и считались настоящими шедеврами архитектуры. В советское время их превратили в школы, сельские клубы и склады. Сейчас же почти все кирхи стали руинами. Это телепроект «Мой дом Одесса». И в этом выпуске вы увидите. Спасти нельзя разрушить. Жители села Долиновка хотят отреставрировать немецкую кирху начала 20 века. Дальше шукаем спонсорю, меценатию, кто может поставить век на крышу. Когда-то величественное здание, сейчас руины. Какая судьба ждет крупнейший католический собор юга Украины? Были еще две башни, они были уничтожены. Ну, остались только вот их следы. Десятки старинных святынь. Кто должен следить за немецкими кирхами и восстанавливать их? У них есть эта возможность намного больше, чем у бюджета области на это все. Село Долиновка Белгород-Днестровского района. Здесь живут около 700 человек. Примерно столько же обитало и в немецкой колонии Пошталь, на месте которой выросло современное село. О тех временах сейчас напоминает лишь величественная кирха начала 20 века. Когда-то здесь стоял орган. Бел хор, стены украшали фрески, а рядом работала воскресная школа. Кирху возвели в 1904 году. На строительство потратили 29 тысяч рублей. Огромные по тем временам деньги. Здание пережило революцию. Но после того, как немецкие колонисты покинули село, костел начал разрушаться. В советское время здесь было зернохранилище. Сейчас от величественной кирхи в неоготическом стиле остались только стены. Даже крыша давно утрачена. Но и в таком виде старинная постройка привлекает внимание путешественников. Это место вполне может стать еще одной достопримечательностью Юга Одесской области. Местные жители мечтают привести в порядок старинное здание. Уверены, если кирху восстановить, она будет привлекать туристов. Первым делом костел начали обносить забором, чтобы защитить от вандалов. После этого хотят возвести крышу. Все делают за счет бюджета Морозлиевской громады. Но на полноценную реконструкцию денег не хватит. Поэтому пытаются найти инвесторов. Кирха в Долиновке не является памятником архитектуры. Поэтому обращаться к чиновникам местные жители не видят смысла. Но планы на будущее уже строят. В отреставрированной кирхе хотят открыть Центр немецкой культуры. Туда же перенесут музей, который сейчас разместился в младшей школе. В новом центре будут рассказывать о кирхе и немецких переселенцах, основавших в 1884 году колонию. В те годы в селе был свой банк, больница, несколько мельниц, кирпичный завод и типография. А культурным и духовным центром была эта кирха. Перед Майданом, перед кирхою, дуже багато людей завжди збиралося ще чому. Вона дуже вражала своєю величністю. І дзвіниться кирхи, кажуть, що було видно в окермане. Дуже багато людей приїжджало сюди, коли були свята. Ну, свята – це на Різдво, 25 грудня було дуже багато людей, тому що це 24 святий вечір за немецкими традиціями, а 25-го – Різдво Христове. І на Пас, на Великдень. Представители Морозливівської территориальної громади надеються, що на восстановлення кирхи у них уйдет не більше нескольких лет. Вони вже налаживають контакти з бісарабськими немцами в Германії і хочуть обратитися за допомогою к одеско-немецкій общині. 150 років назад на юге Одескої області жили почти 10 тисяч немецких колонистів. Екатерина II предложила поселитися на неосвоїних землях Российської імперії всім, кому було не комфортно жити в родной країні. Колонистам давали землю, стартовий капітал і освобождали від налогів. В годы Второй мировій немці були вимушні покинуть ці земли. Колонію заселили советські крестьяні, а кирхи перестроили в школи, склади і спортзали, а некоторые просто забросили. В нашому регіоні остались десятки немецких костілов. По сравнению з остальними, кирхо в Долиновці сохранилось достаточно хорошо. А це – крупніша католічна церкова на юге України. Точніше, то, що від неї осталось. Костіло Успення при Святій Богородиці построили в 1901 році. Во время Второй мирової війни собор разрушили. А после нее решили не восстанавливать. Церковь основали жители крупной немецкой колонії Зельц. Сейчас это поселок Лиманское, на границе Украины и Молдовы, на берегу Кучерганского лимана. Зельц был основан в 1798, на 4 года позже Одессы. На месте католического собора изначально стояла небольшая церквушка. Затем возвели костел, который стал главным католическим собором всего Кучерганского округа. На строительство потратили 110 тысяч рублей. По тем временам это были огромные деньги. Костел построили не из дешевого ракушечника, традиционного для Одессы, а из кирпича. Эта кирха стала знаменита благодаря сериалу «Ликвидация». Именно здесь снимали сцены, в которых Гоцман разгонял блатной сходняк. Даю три дня. Поехали. Костел Успения Пресвятой Богородицы считался одним из красивейших в Украине. Величественные колонны, шикарная лепка, большие окна и резное дерево. Как все это выглядело, сейчас можно только представить. На фасаде еще видны барельефы крестов, а местами сохранились даже деревянные элементы. Были еще две башни, как это и требуется для таких храмов. Они были уничтожены. Ну, остались только вот их следы, скажем так. Она была частично кирпичная, что, в принципе, редко встречалось в наших местах. И частично она была сделана из известняка. Она действительно очень большая. И удивительно, что, в принципе, в небольшом селе кирха была действительно вот таких вот огромных размеров. В советское время святыню превратили в сельский клуб. Местные жители вспоминают, одно время тут даже был гараж сельскохозяйственных машин. Для въезда пробили стену в алтарной части. Следы советского времени видны и на стенах. На них сохранились коммунистические лозунги. А вот в этой части видны следы от пуль. Сейчас внутри здания стихийная свалка мусора. Костел в Лиманском – памятник архитектуры и должен охраняться государством. Но собор продолжает разрушаться. Немецкой общины в селе не осталось. А нынешним жителям кирха неинтересно. За все годы независимости было несколько попыток начать реставрацию. Пару раз сюда даже привозили стройматериалы. Но из-за проблем с документами и правом собственности инвесторы не решились вкладывать деньги в старинную кирху. В Лиманском есть еще один костел – памятник архитектуры. Собор Пресвятой Троицы построили в 1892-м в соседней колонии Кандель. После революции костел использовали как зернохранилище, а потом он и вовсе сгорел. Огонь уничтожил все внутренние перекрытия и крышу. Сейчас внутрь не попасть. На всех входах – замки и решетки. Наверное, именно поэтому колонны и некоторые элементы декора еще сохранились. Руины еще одного костела находятся в селе Каменка. Это бывшая немецкая колония Манги. Собор построили в 1850-м году. Это самая старая кирха в Одесской области. Большинство окон и витражей в советское время заложили кирпичами. Крыши давно нет, а пол порос бурьяном и деревьями. Еще недавно все колонны были на месте, но несколько месяцев назад они рухнули. Привести в порядок старинные кирхи бюджет области не позволяет. Местным громадам это также неинтересно. А немецких общин в селах не осталось. Чтобы начать хоть какую-то работу по спасению памятников архитектуры, в обл. администрации готовят пилотный проект. Всем главам районов отправят письма поручения. Они должны будут провести полную инвентаризацию всех памятников архитектуры на своей территории. Чтобы они все-таки провели инвентаризацию всех объектов культурного наследия, которые есть на их территории района. И сделали на них учетную документацию. Ну, в связи с децентрализацией, деньги, которые остаются уже больше на местах. То есть у них есть эта возможность намного больше, чем у бюджета области на это все. После децентрализации в бюджетах появятся дополнительные деньги, часть которых может пойти на реконструкцию. Но старинным кирхам в Каменке, Лиманском и десятке других сел вряд ли повезет. Многие из них даже не считаются памятниками архитектуры. Если за их восстановление не возьмутся инвесторы или местные жители, уже очень скоро от немецких костелов не останется и следа. Руины старинных кирх – единственное, что напоминает о поселившихся в Одесской области немецких колонистах и их культурном наследии. И эту интереснейшую частичку истории нашего города важно сохранить. Потому что Одесса – это наш дом, и нам в нем жить. Увидимся на Первом городском телеканале. До встречи.